Мою тему уже представили. Как юрист я, конечно, хочу поговорить именно о законодательных аспектах, немножко о судебной практике в разрезе нашего родного российского законодательства, которое, как мне кажется, в сфере IT в последнее время развивается очень бурными темпами и, к сожалению, не всегда в ту сторону. И для начала вообще нужно определиться, в какой момент применяются российские законы, какой сервис, в какой ситуации должен подчиняться российской юрисдикции. И ответ здесь достаточно простой. Если ваш продукт реализован на русском языке, то с большой долей вероятности российское законодательство к вам применимо. И вот очень актуальный пример, хотя ему уже порядка трех лет, это дело Линкедина. В какой-то момент Роскомнадзор пришел к Линкедину с требованиями, основанными на том, что Линкедин нарушает законодательство о персональных данных. И Линкедин на это ответил, подождите, а американская компания, почему вы считаете, что наша американская компания должна соблюдать российское требование о хранении данных россиян в России? Но, тем не менее, суд не убедили эти доводы, и Линкедин был заблокирован в России, потому что суд сказал, что если вы ориентированы на российский рынок, если у вас есть русскоязычная версия сайта, если вы даете возможность, подчеркиваю, только лишь возможность размещения рекламы на русском языке, то в таком случае вы должны подчиняться тем требованиям, которые существуют. И по поводу блокировки важно что еще понимать, что когда мы говорим про блокировку, то государство в России наделено полномочиями не только заблокировать сайт, то есть поставить некую заглушку на странице,